А есть вообще разница в том, какое животное, зараженное бешенством, укусило человека? Кошка, собака или грызун? Да, есть разница. Считается, что чем мельче животное, чем мельче, вернее, укус более мелкого животного, менее опасен. Связано это отчим. Первое, в литературе есть данные о том, что укусы грызунов не столь опасны по сравнению с укусами млекопитающих. Возможно, связано со строением слюнных желез, возможно, связано со строением ротовой полости, возможно, связано с характером укуса, что при укусах грызунов идет проникновение рисцов, то есть нет большой зоны ослюнявливания. Характер нанесения травмы, потому что крупное млекопитающее кусает совершенно по-другому. То есть если грызун защищается, просто прокусывает кожу, то млекопитающее уже кусает с целью нанесения серьезного повреждения, с отрывом каких-то участков тканей, естественно, с большой зоной ослюнявливания, что повышает риск развития вируса. Но все-таки давайте вспомним, мы уже с вами беседовали о вирусах, и не только о вирусах, что существует понятие. Это доза, это вирулентность, это экспозиция, то есть время контакта с вирусом. И в данной ситуации, безусловно, это тоже фактор срабатывает. То есть мелкое животное, маленькое животное даст в меньшей степени площадь контакта с вирусом по сравнению с крупным животным. Мы говорим об ослюнявливании. Наконец, мелкое животное нанесет меньший процент повреждений по сравнению с крупным животным. Сравнить укус собаки и сравнить укус крысы или кролика нам не приходится. Сравнивать эти укусы не приходится. Поэтому укус мелкого животного менее опасен. Но все равно, если есть подозрение на бешенство, если произошел укус, рисковать не стоит. Потому что, как мы говорили в начале, риск погибнуть составляет 99,9%. И, собственно говоря, здесь, если укусило неизвестное животное, тем более есть какие-то подозрения на бешенство, какие-то неадекватности его поведения, то лучше и при даже невозможности это животное отправить под наблюдение, отправить на карантин, то тогда лучше пройти полный курс вакцинации с тем, чтобы спокойно жить и не иметь никаких проблем ни себе, ни родственникам. У кого повышен риск заражения бешенством? Ну, безусловно, люди, которые работают с животными. Риск заразиться бешенством повышен у работников питомников собачьих. Не только у работников питомников, потому что животные туда поступают всякие разные. Риск, безусловно, у работников, у охотников, особенно у профессиональных охотников, кто постоянно находится на вот этих территориях. Плюс, безусловно, риск сотрудников антирабических центров, тех, кто работает, занимается исследованиями бешенства. Плюс риск повышен, конечно, у сельских жителей по сравнению с городскими. То есть риск захода дикого животного на территорию. То есть мы по статистике знаем, что количество случаев бешенства в сельской территории гораздо выше по сравнению с количеством случаев бешенства в городе. Наконец, риск присутствует у лиц, которые выезжают в страны Азии, Африки. Связано вот с чем. Скажем, по той же литературе в Индии, три четверти случаев заболевания бешенством идет при укусе летучих мышей. То есть это не укусы крупных животных, а это укусы летучих мышей, которые в основном активны ночью и в состоянии вот этой своей активности, в состоянии этой агрессии болезненной, могут нападать на людей, то есть могут кусать. Соответственно, вот эти страны, там Лаос, Вьетнам, Китай, Индия, Африка, где большое количество обитает летучих мышей, тоже являются эндемичными по бешенству и тоже представляют опасность. То есть люди, которые выезжают туда, выезжают в командировки, выезжают на отдых, выезжают еще, тоже это составляет группу риска по бешенству. Ну, охотников зверолом, я уже говорил. Ну и плюс, безусловно, возникает риск у людей, которые планируют свой отдых просто на природе, потому что там, безусловно, находясь на природе, возникает риск, что вдруг на поляну выйдет животное больное бешенством. Детский возраст можно отнести к факторам риска? Ведь у детей отсутствует страх перед животными. Да, детский возраст можно отнести к факторам риска, потому что дети лезут к животным, дети не контролируют. И здесь, безусловно, большую роль играет это поведение мам, которые работают с детьми, которые воспитывают детей, с тем, чтобы ребенком нужно проводить постоянное воспитательное мероприятие, что не лезть к животным, не нужно гладить, нужно контролировать, к каким животным подходит ребенок, потому что если животное либо апатичное, либо агрессивное, или еще что-то, то, в принципе, лучше с таким животным не контактировать. Да, дети – это группа риска, и достаточно часто бешенство мы имеем у детей, которые контактировали с бешеным животным, даже не обязательно будучи укушенным. Когда заразно больное животное? Все зависит от инкубационного периода. По мере того, как вирус после попадания в организм животного поднимется к головному мозгу, распространится по организму и начнет выделяться через слюнные железы, собственно говоря, вот это и будет тот период между укусом и заразным периодом. В среднем составляет от 3 до 10 дней. Как проявляется бешенство у животных? Как по внешним признакам животного понять, больно оно или нет? Ну, собственно, признаки будут схожими, таковыми, как у человека. То есть на ранних этапах, в основном, часто густо это будет проявляться каким-то угнетенным депрессивным состоянием, то есть вплоть до того, что животное будет не откликаться на свою кличку, если брать о домашнем животне, то есть вялым, апатичным, может быть не подходить, ну, не проявлять интерес к корму, не такое игривое. Затем при переходе уже во вторую стадию, когда начинают развиваться параличи, начинают развиваться судороги, то есть животное, наоборот, может проявлять агрессию. Появляется уже паралич, классическая вот эта картина бешенства, бешенство – это паралич мышц нижней челюсти, челюсть отвисшая, большое идет отделение слюны. В связи с параличом мышц, с серьезными такими болевыми, с сильными болевыми ощущениями, животное пытается пить воду, но пытается есть, но это вызывает у него спазм мышц, это сопровождаемая серьезной повышенной болью, поэтому развивается так называемая водобоязнь, когда животное может не только бояться воды, даже шума, но и гавкать на эту воду, то есть проявлять агрессию. Наконец, животное может становиться агрессивным, бросаться на людей, бросаться на других животных. Но затем это опять же сменяется в следующей стадии уже угнетенного состояния, когда развиваются параличи, уже начинают отказывать в работе конечностей, отказывать в работе внутренние органы, то есть развивается уже генерализованная картина инфекции с порой с нарушением функции органов и систем, ну и в конце концов это приводит к гибели. То есть в принципе, если человек хорошо знает свое животное, то увидел что-то нетипичное в поведении, потому что все это удержать в голове сложно, но увидел что-то нетипичное, если там животное вдруг начало спрятаться от света, или животное вдруг перестало принимать пищу, или вдруг появилась какая-то, ну, после периода, что ли, отсутствие контакта, или как это назвать, нежелание контактировать с хозяином, с окружающими, животное вдруг стало ласковым, вдруг стало таким добрым и хорошим, то это все признаки о том, что по всей вероятности есть какая-то болезнь у данного животного, и лучше обратиться к ветеринару. А там уже специалисты будут решать, что, потому что болезней у животных много, есть болезни, которые излечимы, есть, которые, увы, неизлечимы, придется животное усыпить, но это повод обратиться к ветеринару, к специалисту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова